Музыка Недавно Россия отметила замечательный праздник – 215-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Этой памятной дате в разных городах страны были посвящены многие фестивали, творческие конкурсы, тематические форумы. Концерт «Я Леру посвятил народу своему», подготовленный ко дню рождения Александра Пушкина, прошел и в Евпатории, в городском театре, который носит имя русского поэта. Участниками большой праздничной программы стали лауреат Всесоюзного конкурса «Академический симфонический оркестр Крымской филармонии», художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств Крыма Игорь Каждан, а также солисты, лауреаты международного конкурса Ирина Дымчук – вокал и Александр Шинкаренко – скрипка. Вела программу «Заслуженная артистка Крыма», «Заслуженный работник культуры Украины» Ирина Мартыненко. Лейтмотивом вечера стала пушкинская тема. Здесь было сказано, что вот уже полтора столетия музыкальные произведения, написанные на стихи Пушкина, звучат со сцен больших и малых театров и концертных залов. Его произведения стали неотъемлемой частью мировой культуры. Слово «Пушкина» по-особому открывается через сочинения композиторов, которые писали музыкальные произведения на его стихи. Всего по произведениям Пушкина создано более 20 опер и 10 балетов. Вообще, русская музыка всегда была неразрывно связана с классической литературой, а русская опера все время ориентировалась на творчество Пушкина. Руслан и Людмила были на эпической опере «Глинки», Борис Годунов – историко-трагическая опера «Мусоргского», Евгений Онегин – лирическая опера «Чайковского», «Пиковая дама» – психологическая опера «Чайковского». Секрет их популярности и долголетия в том, что каждая из них написана двумя гениями – авторами сюжета и музыки. Одно из самых удачных воплощений поэзии Пушкина в русской музыке XX века у Георгия Сверидова. Кстати, его первой творческой удачей в свое время стали именно романсы на стихи Александра Пушкина. Сегодня они признаны вокальной классикой и входят в репертуар многих выдающихся певцов. Романс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» стал уже достоянием народной музыки. Он также прозвучал на сцене Евпаторийского театра имени Пушкина в праздничной программе «Ялиру посвятил народу своему» в исполнении Академического симфонического оркестра Крымской филармонии. Музыканты сыграли и фрагмент Третьей симфонии Рахманинова – «Три чудо» из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, интродукцию к опере «Пиковая дама» Чайковского. А солистка Крымской филармонии Ирина Тымчук божественно и проникновенно исполнила арию Лизы Уканавки, арию Татьяны из оперы «Евгений Онегин», арию Иоланта из оперы «Иоланта» Чайковского, арию Марты из оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова, романс «Не пой красавица» премьер Рахманинова и ряд других произведений. Скрипач Александр Шинкаренко проникновенно исполнил вальс «Керца» для скрипки с оркестром Чайковского. Благодарные зрители тепло и очень эмоционально воспринимали все происходящее на сцене. В зале постоянно раздавались громкие аплодисменты, переходящие в овации. Зрители долго не отпускали талантливых артистов возгласами «Браво!», «Бис!», выражали свое восхищение музыкантам, дирижеру оркестра Игорю Каждану, солистам Ирине Тымчук и Александру Шинкаренко. Тем самым они выразили свою любовь к высокому искусству. Остается добавить, что организатором мероприятия выступил Академический симфонический оркестр, многие годы бывший участником Всекрымского фестиваля Дни Пушкина. Большую помощь в проведении праздника оказала Ирина Тымчук. Радушный прием артистам устроила директор театра Людмила Юдитская. Вообще, визиты Крымского симфонического оркестра в Евпаторию уже стали хорошей традицией. На протяжении нескольких лет он своими яркими программами радует неравнодушных зрителей театра имени Пушкина. Редактор субтитров А.Семкин